Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих гостей, а также подписчиков канала, которых, кстати, сегодня стало 2500 человек. Я вас всех, кстати, благодарю, что, несмотря на то, что канал у меня очень разношерстный, разносторонний, все равно вы являетесь моими подписчиками и хотя бы иногда смотрите мои регулярно выходящие видео. А сегодня мне хочется поговорить с вами на тему одновременного заказа большого количества посылок с сайта Алиэкспресс и поделиться своим опытом, как в случае, если у вас много различных посылок, не пропускать срок окончания их защиты. Погнали! Это видео, конечно же, будет интересно только тем, у кого действительно большое количество посылок. В частности, у меня на фильтрации по Али выбираю только отправленные посылки, которые в данный момент находятся в пути. Я вижу от 4 до 5 страниц этих самых посылок и, соответственно, в таком количестве посылок, естественно, не мудрено пустить момент окончания защиты той или иной заблудившейся посылки. Да, конечно же, можно регулярно просматривать этот список, начинать с конца, да, за наиболее старых посылок двигаться в сторону начала. На некоторые посылки, которые уже добрались, срок защиты автоматически сокращается, и вам нужно успеть и проверить устройство, и отчитаться о том, что посылка пришла, и вас все устраивает, ну, либо открыть, соответственно, спор. Зачем мы с вами следим за окончанием срока защиты? Конечно же, если у нас есть какие-то претензии к товару, чтобы не упустить это самое время открытия спора. На данный момент у меня сейчас ведутся два спора, вот, по одному спору все уже достаточно положительно разрешается, второй спор у нас только начался, и лично для себя я выработал такое правило отслеживания посылок, срок защиты которых подходит к концу, если до окончания защиты примерно еще 20 дней, то есть можно, в принципе, ничего не предпринимать. Если до окончания срока защиты уже 10 дней и меньше, то за такими посылками нужно следить пристальнее, и лично я для этого использую Android-приложение, которое называется Multi-Timer. Так, сейчас покажу его в Google Play. Вот оно выглядит вот таким образом. Multi-Timer, секундомер. Соответственно, здесь вы можете завести сразу одновременно большое количество таймеров, и само приложение вам будет напоминать, когда необходимо вернуться к странице с заказами и принять какое-то решение. То есть, либо вы все-таки посылку получили, и вы отмечаете ее полученной, либо, если она так и не пришла, вы открываете спор о, соответственно, о том, что посылка не пришла. Вот я рекомендую, конечно же, заводить таймер с небольшим запасом, то есть, если, например, остается 4 дня и 15 часов, то лучше завести, например, таймер на 4 дня и 12 часов, то есть, чтобы у вас хотя бы там 2, 3, 4, 5 часов было в запасе, потому что время окончания-то может прийтись, например, на ночь, да, соответственно, вы не будете вставать ради этого специально ночью. Как вы видите, у меня в данный момент сейчас 3 товара, у которых срок защиты подходит к концу. У одного из них срок защиты – это 3 дня 23 часа, у второго – 4 дня 12 часов, и у третьего достаточно большой – 11 дней 19 часов. Таймеры эти в режиме реального времени изменяются, они тикают. Чтобы добавить новый таймер, вы просто нажимаете на значок «Добавление», придумываете название таймера, вот здесь внизу переключаете формат времени в дни часы-минуты, то есть, например, ставите, что через 9 дней 12 часов 30 минут, например, таймер у вас должен сработать, и, например, что вам, допустим, идет мышь Xiaomi, допустим. Ну вот, мы, соответственно, сделали такой таймер, вот у нас он добавился, мы его, естественно, сразу же стартуем, все, оно пошло. Ну, данный таймер был просто демонстрационным, я его сейчас удалю, конечно же. Вот, в принципе, такой вариант достаточно удобен, на мой взгляд. Если вы знаете какие-то другие варианты более удобного отслеживания посылок, обязательно напишите об этом в комментариях, будем с вами делиться более удобными и наглядными способами. Было бы прикольно, если бы такой таймер существовал, например, как расширение для браузера, вот, если вы знаете или можете найти такое расширение, например, для хрома, ну, а также для Mozilla, потому что многие мать пользуются Mozilla, это тоже было бы любопытно, обязательно напишите в комментариях, если сможете найти. Вот, вообще, своим опытом о покупках на Алиэкспресс, мне вот тут рассказывают ребята, что они увлекаются такой темой, как рефанд, то есть развод продавцов на возврат части средств в упоре на то, что товар не соответствует характеристикам или есть какие-то другие проблемы с товаром. На мой взгляд, это, конечно, все неправильно, потому что бедолаги-продавцы и так предлагают достаточно выгодные по сравнению с нашими российскими ценами предложения, вот, а мы еще их тут пытаемся сейчас разводить на дополнительные деньги. Хотя, конечно, в случае возникновения каких-то действительно серьезных дефектов, я также открываю спор, также возвращаю часть средств, это, в принципе, нормальная практика, но делать это на пустом месте ради так называемой халявы, по-моему, это все неправильно. Своим мнением также поделитесь в комментариях, очень тоже любопытно, как вы поддерживаете таких ребят, не поддерживаете. На сим, наверное, я буду раскланиваться, вас хочу поблагодарить за просмотр этого видео. В конце, как всегда, у меня формальности, спонсорами этого видео является интернет-площадка Алиэкспресс и Молл Джербест. Список лучших товаров с этих площадок по моей версии вы можете найти в описании к видео. Приобретая любой из этих товаров, вы автоматически поддерживаете мой канал. Все, друзья, всем счастливо, пока!